Всем привет! С вами Нинель, которая почти не готовит. Боже мой! Спасибо, YouTube! Спасибо, мои зрители! Спасибо, мои друзья и подруги! Снова, благодаря вам, я решила приготовить еще одно блюдо. Я его также хочу посвятить блогеру Алене Саломен. Потому что она из Белоруссии. Вы, наверное, уже догадались, что это за блюдо. Это будут драники. Не знаю почему, но моя мама не любит вот это слово, драники. Всегда мне он говорит, не надо вот это говорить, драники. Я говорю, мамуль, давай, может, драника? Не надо вот это слово говорить. И как бы она их и не готовит. И не готовила никогда. А я люблю драники заобацать. У меня подружка была тоже из Белоруссии. Ее бабушка, там все родственники. Ой, забыла. Не Бобруск, не Бердичев, а тоже Набы как-то. Как-то город Набы назывался. Может, кто из Белоруссии, девчонки, напишите. Забыла, как город назывался. Бобровичи какие-то, да? Ну ладно, отступая тема. В общем, что я вам хочу сказать. У меня приступ золушки. Дома брала, вот эту кушать приготовила. Сейчас вот хочу на ужин приготовить. Вот эти драники с грибами. Вот я купила белые грибы. А вот эти грибочки называются Brown Baby Bella Creamy. Это те же белые грибы, но, как бы, как у них говорит интернет, но постарше, по older, ну, старее, чем вот эти грибочки. Я их взяла первый раз, я даже не знаю. Я думаю, что я их, наверное, вот шкурку эту сейчас помою их сначала, и шкурку эту сниму. Не знаю. Девочки, если знают, кто про эти грибы, пишите. Я что-то в интернете нашла, ну, что-то такой гоблинский перевод на эти грибы. Шуфика поймешь. Только поняла, что они старые. Сорт такой старее, чем вот эти белые грибы. Значит, я взяла Sweet Potato. Это, может быть, вам уже всем известная от американских блогеров сладкая картошка, которая очень полезна. Особенно для диеты хороша. Яичко, луковичка, мука, масло, на котором буду жарить, и сметанка. Буду готовить дранички. В течение 10 минут в этой же вот посудине я отварила грибочки, смешав белый гриб с белым старым грибом. Измельчила. Лук сейчас добавлю. Я вот так жариваю грибы, как вы видите. Девчонки, не экспериментируйте, если будете делать дранички с этим сладким американским картофелем. Я не учла, что он очень твердый. Я его еле измельчила. Не трется. В блендере не измельчается. Если только в мясорубке, у меня нет мясорубки. Я его мелко резала и вот в такой машинке шинковочной измельчила. Не знаю, может быть, и испорчу блюдо. А вот посвятила Алене. Ну, гляньте. Алена, если что, прости. Ты уже, надеюсь, по-настоящему сделаешь драники. Я вспомнила город, где родственники мои подруги Барановичи. Я добавила сметану на глаз и две ложки муки. Не знаю, что у меня сейчас получится. Что это буфит, увидим. Обжаренные грибы с луком я поставила остужаться. Так как у меня мясорубки нет, я их хочу через блендер измельчить. И добавить прямо сюда в картошку. Смешалась с измельченными грибами и оставила грибочки так, чтобы вот это для украшения а-ля. Ну, и как как дополнительные грибочки пусть будут. И выкладываю на хорошо разогретую с маслом сковороду. Сковороду. На небольшом огне, потому что я боюсь, что вы не прожарите. Это мне перловку напоминает моя картошка. А здесь я хочу отварить два грибочка маленьких для украшения. Я их помыла, но не очищала. Хочу еще раз обратить ваше внимание на масло, на котором я жарю. Это масло виноградных косточек. Я им пользуюсь уже больше, чем полтора года. Я открыла его для себя в Америке. Для Джей, кстати, он раньше только на оливковом все готовил. Разного отжима. и знаете сами первой, холодный. Это единственное масло, которое при жарке не выделяет канцерогена. Так как я очень редко что-то жарю, можно сказать раз в пятилетку, поэтому даже если тут что-то и будет, я думаю, не страшно. И вообще хорошее выражение есть. Если очень хочется, но нельзя, то можно. если захотелось мне драника, почему я не могу пожарить и съесть. Правильно? Вот такие вот они получаются. Девочки, я добавила еще одно яйцо в эту смесь, потому что суховатая картошка практически не дала сок. Я ее еще толкушкой помяла. Значит, картошка, два яйца, сметану добавила, две ложки муки, соль. Я надеюсь, вы знаете и грибочки. Здесь все знают этот рецепт. На вкус мне понравились. Вот я попробовала, пропеклись, даже несмотря на то, что у меня так измельчена смешно картошка. Как будто это пшенка. я поставила на плиту вот эти грибочки, чтобы подогревались. Ох, на кроволовке лично раз не разогревать. Драники готовы. Сейчас вот, знаете, меня осенило, думаю, а почему драники называются драниками? Может, из-за того, что форма у них вот такая неправильная? Как вы думаете, девчонки, что они такие, как драны получаются? Ну, так будет порция выглядеть. Грибочек как бы вот этот творной, не знаю, особо не украсил каталерочку. Можно помельче грибочки измельчить, только подливочку сделать. Ну, я со сметаной. Я подлива как-то не очень. Вот такие драники. Вот интересно, Дженни любит грибы, что он скажет после упробования. Потом напишу вам, если спросите. Потому что всегда вкусно и невкусно он говорит, что now it's my favorite. It's my favorite now. Так что посмотрим. С вами была Нинель.